В пятый раз на базе Центральной библиотеки провели чемпионат по чтению вслух «Открой рот». Задания, на первый взгляд, легкие, но выполнять их очень непросто. Сложность состоит в том, что конкурсанты должны читать без какой-либо подготовки, что называется, с листа. А ведь нужно сразу сообразить, какой выбрать тембр, тон, моментально почувствовать настроение произведения и расставить нужные акценты. Думал, что будет стихотворение по части Синина о природе, о парнях, но выпало рассказывать со стороны девушки. Это было очень непривычно, необычно, потребовалось перенастроиться. По условиям конкурса участники зачитывали фрагменты русской прозы и поэзии, зарубежной литературы, выбранные организаторами конкурса. В финале участники прочли отрывки произведений из альманаха «Вкус ягоды ямальской». Литературу выбирали мы вместе с сектором комплектования, со специалистами, которые очень начитаны, ну мы в том числе, да, работаем в библиотеке. Мы выбирали так, чтобы можно было где-то отыграть актерски. Где-то мы пытались подобрать пикантные моменты, так как мероприятие предусматривает такое 18+. Конечно, старались где-то сложные выбрать произведения, чтобы наши участники доказали членам жюри, что они сильны в чтении таких произведений. Чемпионат разделился на три тура. Жюри оценивало конкурсантов в каждом из этапов по нескольким критериям. Оценивали мы технику речи, технику чтения, выразительность, артистизм. И я, как театральный режиссер, не мог не смотреть на то, как все-таки человек будет справляться с не только техникой чтения и выразительностью, как в общепринятом понятии. А я смотрел еще на то, как понимает человек то, что читает. И больше оценивал как раз вот это. В чемпионате продемонстрировали свои таланты ораторского искусства 10 участников самых разных профессий. В конкурсе приняла участие и Елена Попова. Она работает в нефтяной отрасли. Меня привлек формат данного мероприятия. Ну и самое главное, что не надо никакой предварительной подготовки. Ну и, как оказалось, в конце прошлогоднего мероприятия все победители. Все получили первые и вторые места. Проигравших нет. Проигравших нет, а вот победителя определить было непросто. По итогу выступлений в финал вышло три участника. Абсолютным чемпионом стала Ирина Кунафина. Она представит Губкинский на региональном этапе чемпионата. Валерий Усманов, Алина Гаврилова, Никита Мищенко. Новости Губкинского.